Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, а также зрители моего канала, с вами Аратор. На сегодня мы будем играть в Романхаусе с модификацией для Total War 2 за Монса Силы. Здесь поудобнее, но мы начнём. Я давно хотел показать эту фракцию на самом деле на моём канале, но как-то не хватало времени, а теперь на меня время более-менее появилось. И я хочу вместе с вами посмотреть на эту фракцию и посмотреть на что она способна, на юнитов и многое другое. Так что здесь поудобнее, но мы начинаем. Поехали. Войны пустыни, боевой дуг, секретарь в продолжениях в пустыне, плюс 10%. Сельская мудрость, доход от земледельческих построек, тоже плюс 10%. Фракция Монса Силы. Полнородные беспорские земли. Боспорские земли, что? Плюс 25% к богатству сельскохозяйственных построек. Кочевые лучники, боезапас всех отрядов, плюс 25%. Какие кочевые лучники? Я не знаю, короче, фишка в том, что здесь некоторые, конечно. Бонусы взяты из Кемерии, царских скифов. Также цели взяли пергамские. Это странно. Очень даже, ну ладно. В общем, всем еще раз привет, погнали. Будем играть на легенде, как обычно. Так, ну что, вот мы загрузились на карте компании. И можем видеть поселение Адзимидии, где у нас есть селение Тренер Лошадей. Можно расширить поселение. Также есть возможность нанимать сейчас на старте намедийских копейщиков и прачников африканцев. Храна полководца, это элитная намедийская кавалерия. Ну что, довольно неплохо. Давайте расширим сейчас поселение. Посмотрим, что у нас имеется по набору. Ну, есть лагерь пехотинцев, есть разводчик животных, которых, в принципе, стоило бы отстроить. Ну, давайте, наверное, начнем сейчас с лагеря кочевников. Нам нужны в любом случае... Нам нужна в любом случае пища здесь. Или же торговый пост отстроить. Нет, давайте-ка все-таки отстроим сейчас лагерь кочевников. У нас ведь навыки на земледелие. Ну, бонусы на земледелие. Вот, ими сейчас будем заниматься. Ну что же, давайте сделаем наш первый ход. Так, сгитулы просят мирные... А, нет, просят правого прохода, да? Они требуют выплат. Давайте лучше договор о нападении, что ли, вместо правого прохода. Спасибо. Договор очень мне нужен. По факту. Так, ну и все. Ну что, продолжим. Так, в общем говоря, включил Reduce Unit Pack. Потому что, чтобы включить Reduce Unit Pack в Realm House, нужно, как минимум, сделать ход. Перезайти в игру. Включить... Бережи, чем перезайти в игру, паки на юнитов. И тогда у вас юниты появятся. Но у меня сразу же потерялись из обзора. Это прачники в наеме были. Теперь у нас только номинейские копейщики. Так что не знаю, что лучше. Давайте-ка, подождите-ка. Снесем. Посмотрим. Где-то гарнизон. Ага, теперь я могу, в принципе, лагерь пехотинцев без технологии брать, да? Хорошо. Мне бы посмотреть, что вообще, в принципе, лагерь пехотинцев дает. Что у нас за отряды появятся потом. Поэтому сейчас возьмем, пожалуй. И потом взглянем сразу же. Так, ну пока делаем ходы. В принципе, я доволен. Давайте посмотрим вообще. Так, с Карфагеном отношения ужасные. У нас с новым Карфагеном отношения нет. Реальные гармонтами у нас договор на падение заключится. Нет. А торговлю? Тоже нет. А гетулы? Мне кажется, с гетулами есть вероятность торговлю заключить. Да, есть. Хорошо, я рад. Ливия у нас, к сожалению, не хочет с нами соглашаться на договор, да? Печалька. Ну ладно, сделаем ход, посмотрим, что будет дальше. Ну слушайте-ка, можно, в принципе, играть можно. Я сказал, даже нужно. Так, идет? Хорошо. У меня, знаете, ребят, проблема сейчас такая происходит. У меня нет второго монитора. Раньше я стремился с двумя мониторами, записывал двумя мониторами. Сейчас у меня только один монитор из-за видюхи, потому что там входы в видюху нету. А переходники дорогие очень. Ладно. Идем дальше. Строится у нас эта построечка нужная нам. Продолжаем все наборы на медийских копейщиков. Благу, они довольно дешевы по содержанию. Что за наемники имеются сейчас на старте у нас? Довольно большое количество наемников, застрельщиков, самих мансасиловских. И вообще на медийской кавалерии и медийских копей метателей тоже немало. Немало денежек можно подкопить довольно большое количество сейчас на старте. Это здорово. Кстати, охрана полководца я тут даже и не посмотрел. Сановники, кстати, тоже вот не взял. Видите, плохо как. Отравление пищи, думаю, самое оно. Возьмем его. Так, и вообще по полководцам посмотрим. Собираем армию. Офигеть, как много юнитов, смотрите. Медийские отборные копейщики. Знатная медийская пехота. Медийские псевдолегионеры. Псевдолегионеры, что? Медийские доспешные всадники на верблюдах. Вот о чем я говорил. Я хочу их взять, ребята, в охрану полководца. Давайте-ка заменим его. Так, заменим полководца. Есть свои? Своих нету, да? Хорошо. Что-то возьмем какого-нибудь левого. Так, тебя возьму. Нанять. И возьмем вот эти вот отряды как раз. Такие доспешные всадники на верблюдах. Офигенно. Берем. Отлично. Жмем ход. Блин, ребят, что-то мне пока вкатывает серьезно. Я более-менее рад. Играть за Месса Силы. Потому что за такие фракции мы с вами вообще не играли. В целом. Причем понятно. Да как, знаете, ДЛС на Месса Силы. Круто. Вернулся домой, Митцепса. Сейчас мы его заменим сразу же. Все-таки это наш Канинал был. Так, Митцепса. У него навыки, видите, хорошие здесь. Блядь! Что я сделал? Ладно. Видимо, не судьба нам с ним играть. Видимо, не судьба нам с ним играть. Серьезно. Рвение. Тебя возьмут. Видимо, не судьба нам играть Митцепсой. Возьмем тебя, друг мой. Как тебя шор-карор называть? Прикольно, кстати, имечка. О-о-о-о. Да, палатки и пехоты. Там у нас русикадские легкие топорники поют. Смародеры топорники побережья. Легкие копейщики с гор Орес. Копейщики с реки Мулуя. Пустынные копейщики, пустынные мечники. Да, конечно же, берем. Ты что? Конечно, такое брать надо обязательно. У нас появились лучники. Есть метатели. Купим метателей. Берем-ка метателей. Застрелы. Медийские застрелы, ребята. Это же просто какая-то жизнь. Сказал бы я, но нет. Клево, что клево. Мне нравится. Так, с мастером бал. Давай-ка вы его топи. Жучка, не зря я Масосила поставил. Довольно прикольно. Отравление колодцев. Мы будем воевать с Корфагеном. Самим Корфагеном за Масосилу. Диверсия провалилась. А и ты моя подруга. У нас цели нету, кстати. Ну и ладно. Френ с ними. В общем, фишка-то в том, чтобы поиграть. Да? Цели не так важны. Так, ладно. Жмем ход. Блин, ну прикольно, ребят. Прикольно, мне нравится. Мне нравится. Да, весьма забавно. Может быть, получится что-то весьма эпичное, ребят. Если хотите прохождение, то пишите. Я за Масосилу будем гамать. Давить весь мир верблюдами. Йоу. Следование завершено. Поставки припасов. Вернулся домой. А не камани. Миципса тоже вернулся домой. Все возвращаются домой когда-то. Так, что у нас там? Продолжим, наверное, набирать. У нас застрелов очень много. Давайте-ка еще на медийских копейщиков возьмем в набор. Так, с Виоли продолжаем вести диверсии. Травление колодцев. Шатаем. Упыщенная возможность. Агент наш. Днище. Поставки припасов взяли. Теперь изучаем логистику на ветеранов. Отлично. Так, с набор идет. Казарм отстроится. Денежка мутится. Так, с Мавры крутятся. Так, с Гараманта. Давайте-ка с вами сейчас договоры закручим. А вы что такие, ребята? Мы с вами хлопцы-друзьями должны быть. Вы почему с нами так говорите? Не согласен. Слишком много слов. Слишком много слов. Почему не хотят с нами договариваться? Что за бред? Вы же родственнички мои. Покровушки-то мои. Семья моя. Что такое? Не знаю. Так, с назначения провязываем. Бац. Отлично. 66% уже. Что за бонусы? А бонусов нет. То бишь, наплевать, да? Угу, понятно. Всем ровно плевать, что за назначение, что за внутренняя политика. Вообще все равно, на самом деле. Фишка в топа, поиграть за массы силы и завоевать весь мир. Вот это да, прикольно, конечно, мне нравится. Это интересно очень даже. Такс. Идем дальше. Так, с казармой все еще строится. Армия уже готова к бою. Круто. Можно, в принципе, пойти и штурмануть Йол. Такс, Карфаген уже воюет с кем-нибудь, наверное, да? Карфаген воюет пока что с цепионами, ртудотанами и гетулами. Такс. Я могу через гетулы вступить в войну с новым Карфагеном. У нас новый Карфаген же не является маринеткой, да? Или является? То бишь, объявлю войну Карфагену, объявлю войну самому Карфагену. Да. Попробуем. Там Карфаген все равно занят. Гетулы, я хочу в войну вступить. Нет, не Карфаген. Я хочу через Гетулу вступить в войну с Карфагеном. Такс. Друзья мои, я хочу вступить в войну с новым Карфагеном. Но вы за это дадите мне оборонительный союз. Хотя нафиг он мне нужен. Вы дадите мне за это дело военный союз. Не хотят, да? Тогда вы мне делаете выплату. Тысячу голды. Спасибо. Мы теперь воюем с новым Карфагеном, ребята, друзья мои. Ну что, давайте-ка шатнем этот Карфагенчик. И что он там задержался слишком долго на наших территориях. И что, думал? Ну давайте-ка. Старики пустыни вместе с Шаркорором атакуют его. Да будет битва. Эту битву автобоем отыграем. Я хочу более какую-то коммуникабельную армию собрать. Более такую экипированную и мощную. Чтобы можно было Карфаген потом во все щели рвать. Поэтому мы уже захватили его. У нас империй возрос. Мы красавчики. Давайте-ка перестроим все это дело. Денег у нас уйма. Благо-благо. Отряды слишком дешевые у нас по содержанию. И в принципе набор не такой уж дорогой. Так, возьмем новую армию здесь в набор. Давайте, государственный деятель, кандидат, кандидат. Возьмем, ну допустим, возьмем тебя. Собираем армию. Тоже выдаем полкана такого. И набор лучников. Копиметателей пока что. Так, здесь есть же возможность... А, нет, да? Думал агента еще взять. Ну ладно. Так, ну здорово. Полководец. Угу, понял. Так, ладно. По сути говоря, нифига не понял. Так, может быть теперь сможем с Гетулами оборонительный союз заключить. Вы хотите? Не хотят. Гараманты, я уже сильная фракция. Вы должны со мной дружить хотеть. Не хотят. А давайте захватим Карфаген. А че нет? А че нет? Пойдем захватим. Тингиз пустой. Смотрите, как Гетулы сейчас Тингиз захватят. Я тут его взял. Может быть реально пойдем Карфаген захватим? Ух, там будет битва веселая. Жмем ход. А, Шоркаро получает навыки. Ну, держи, друг, мы держи. Вот тебе стратега истинного воина. Все для тебя. Все для тебя. Прикольно, ребят. Может быть... Нет, на стримах, конечно, я бы поиграл. Но я думаю, может быть, роликом будем играть. Прохождение устроим. Только нормальное прохождение устроим. А не как сейчас. Гарамантида библядит мне войну. Вы че с тебя с ума сошли что ли? Какого черта? Нехорошо, нехорошо. Так, ну ладно. Пошли не к черту. Я сейчас буду делать следующее. Я... Так, в наборе у нас появились всякие отряды. Какие отряды? Вы посмотрите. Стыные мечники. Мародеры-топорники с побережья. Руссикадский легкий топорник. Вуу. Вуу. Это хлева. Блин. Короче, ведем нашу армию сейчас к границам. А Карфагену мне плевать. Йолу они не захватят. Наш агент топает в Карфаген. Здесь распускаем отряды так три. Ну, два. Два отряда распустим. И вместо них возьмем каких-нибудь мечников крутых. Допустим, мародеры-топорники с побережья. Самое оно. И в Демиде тоже набор делаем. Мародеры-топорники с побережья. Отлично. Такс, ну и все, ребят. Жмем снова ход. Блин. Пока что, вроде как, выглядит все довольно эпично. Довольно большая армия в Карфагене и в Кархадашке находятся. Но мне вообще, на самом деле, все равно. Мы, конечно, уступаем по силам и новому Карфагену, и Карфагену. Но это недолго. Это ненадолго. Так, ну все, ребята, погнали. Или новый Карфаген взять? Не, нафиг новый Карфаген. Я тут как-нибудь с Карфагеном сам справиться хочу. Жмем ход. Ну, ребят, прикольно. Если хотите прохождение, реально я продолжу. Вернее, с самого начала начну. Хотя нет, я продолжу. Или нет? Нет. Я с самого начала начну, но будет более-менее норм. То бишь, без всяких тупостей, оговорок и так далее. Так, ну все, ребят. Двигаемся дальше. Наш агент, давай-ка в Карфаген топи. Там у них, наверное, армию уже сидит, да? Набирают, набирают стак. Хорошо, двигаем наш стак туда. Нарушение границ с Карфагеном. Так, мы тут армию тоже готовим. А все-таки с гарамантами воюем теперь. Копейщики мула, мародеры-топорники. Так, здорово. Давайте снова прожмем ход. Или еще диверсию? Давай диверсию провязаем. Стреление колодцев. Цель удалась. Отлично. Повышение на ранга для мастерн-бала. На ваке это с аглидатой. Отлично. Так, ну и все, жмем ход. По-моему, все записываются. Вроде как, да. Ладно, отлично. Но сегодня так плохо. Смотрите-ка, Ливия тоже объявляет мне войну. Я только рад, я только рад. Карфаген в существу и армию еще уходят. Вообще из Карфагена. Ну что, давайте-ка, сейчас будет первая битва. Первая битва. Десять отрядов в гарнизоне. Видимо, они не успели отстроиться. Я тут ворвался, да, к ним. Диверсия провалилась. Сейчас раньше, чем с цепион захвачу, Карфаген. Вот это поворот. Объявляем войну. Так я же с ними уже воюю. Не присоединились. Да серьезно, что ли? Ну что, ребят. Нумидийская армия готова к бою. Ну что, шор-корор, готов к сражению. Погнали. Прикольно, слушайте-ка. Забавно получается. Я... Хе-хе-хе. Серьезно. Я играю за нумидию. Блин, ну бред. Ну, за масса силы имеется в виду. Офигеть. 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 Просто, блин. Серьезно, Алексей. Ты играешь за масса силы и уже захватываешь Карфаген. Да ладно. Ну, это круто. За масса силы играть интересно, оказывается. Я не думал. Не думал, что будет настолько эпично. Масса силы очень большая линия каюнтов, сразу скажу. Я поиграл вчера. Такой типу, боу. Очень много юнитов крутых. Почему-то они не реализованы в компании, жалко. А фракция крутая. Давайте захватим Карфаген. Чёртов, Карфаген. Будет наш. Так, ворвёмся. Здесь, наверное, да. Ворвёмся здесь и уничтожим. Захватим Карфаген. Так, нумидийская пехота наша. Давай-ка сюда. Лестница на боезготовку. Возьмём этот грязный город. Карфаген будет захвачен. Нумидия, славься. Так, ладно. Наши топорники. Сразу посмотрим на них, что они себе представляют. Они должны быть крутыми. И они... Чёрт побери, крутые. Чёрт побери, это топ. Серьёзно, мне нравится. Я потом сделаю скриншотик. Потому что, ну, блин. Круто выглядят отряды. Умысы сил. Круто. Круто. Так, охрана полководца. Да, чётко, ребят. Серьёзно. Серьёзно. Выглядит чётко, мне нравится. Ладно, погнали. Стены брать. Стены брать. Стены брать. Всё, расставим все эти ребята. Пускай топят. Ускорим. Шо во времени не терять. Так, не топите. Не торопитесь, ребят. Пускай догонят лестницы и начнём. Так, пошли по нам залпы. Понятное дело. Прачники работают. Застрелов поближе прошу. Застрелов поближе надо бросить. Хе-хе. Замы с силы играю. Знаете, какое-то детское удовольствие у меня сейчас. Серьёзно. Я сейчас чувствую каким-то ребёнком, блин. От которой, блин, поставил новую игрушку. Серьёзно. Хе-хе. Закидываем, закидываем. Застрелами. Кого-нибудь убьём, нет? Хе-хе. Пока вроде никого забрали. Карфаген такой, чё за херня? Мы только начали воевать со сапионами. Тут на нас напали масса силы. Грёбаные намедийцы. Чё они задумали? Такс. Пехота. В бой. Так, лестницы не топите. Давайте сюда, ребят. А, короче, хрен с ними. Рашьте. За Коркароша, или как он там? Шоркарора. За Шоркарора. Взять Карфаген. Сегодня ваша задача будет пролить славную кровь. Нумитскую. Ну, конечно же, первым делом мы прольём карфагенскую кровь. Закидывайте, закидывайте их. Так, башню снять надо будет сейчас. Одним отрядом возьмём башню. Ребята, берите стены. Угу. Пехота залетает. Ну, конечно, сложно брать стены. Тут ничего не скажешь. Так, лестница. Пошли. Пехота ворвалась. И в тыл ударили. За Шоркарора. Пролить карфагенскую кровь. Я захватываю карфаген, блин. Сегодня я ещё снимал обзор на Geaton Empire. И чё-то мне эта модификация не очень понравилась, честно говоря. Так, сюда прячь застрельщики. Там башню... Вас что-то расстреляли по-чёрному, я смотрю. Ну, ладно, не так страшно. Но мы их забираем, забираем. Башня уже наша. Так, давайте ворвёмся. Я отряд спущу. Прикольно. Отлично, забирайте, забирайте, забирайте каплитов, конечно же. Дайвим, дайвим с всех сторон. Там тоже застрелы по нам накидывают прям очень-таки нехило. В бой. Уничтожьте прачников. Или хотя бы куда-нибудь уберите их подальше, чтобы я их не видел. Пока только забираем. Так, ребят, тоже... А, у вас кончился безопас, да? Хорошо. Давайте на стены, ребят. Гонители, копиметатели, монетное дело тоже. Не люблю бегать за отрядами. Ну, а что поделаешь? Так, наша пехота тоже ворвалась в бой. Наши мечники. Наши топорники, вернее. Бегать тоже не хотелось бы, на самом деле. А, они чё-таки в ближний бой пошли, да? Блядь, ублюдки, вас это... Ненавижу бегать за отрядами. Серьёзно. Это того не стоило. Это того не стоило. Ребят, забирайте, забирайте каплитов. Так, прачники спустились. Надо было раньше так сделать сразу же. Так, застрелы тоже сюда. Чё, они в ближний бой пошли, что ли? Вы серьёзно? Опа. Накидывайте. По каплитам. Бочину сама она будет. Никого не убили, кстати. Вообще никого. По копиметателям. Но не так просто оказалось. Угу, хорошо. Накидывайте, ребят. Застрелы мало убили, но всё же убивают. Так, топорники, выступайте-ка вниз. Верните сюда. Все остальные рашьте их. Добивайте. Пускай наши топорники спускаются со стен. Укрепимся здесь. У них навыков, кстати, довольно много. Это стена счетов, безумно тиск, неистоство. Да вы чё, гоните, что ли? Это круто. Пельтасы наши закидывают. Хорошо прям. Расстреливаем, расстреливаем. Теперь по левийским гоплитам. Ещё заберём, заберём их. Наши бичи тоже могут многое. Вот сиди их и скриншот, серьёзно. Круто выглядит, да, отряда? Очень даже круто. Не прям топово, но неплохо. Мне нравится. Орда. Орда. Миссисил вторнулась в Карфаген. Где Рим там был? Ладно, ребят, давайте ускорим, что время терять. Да, ну мы их не килл так накидываем. Вообще прям. Надо больше прачников набирать. Им вообще наплевать на то, что я тут нахожусь. Вообще, на самом деле, так ровно. Молодцы. Теперь сюда, залпы. Нет, нет, накидывайте. По карфагенским гоплитам залпы. Во. Добивайте. Ай, красавцы. Всё, взяли. Взяли ворота. Молодцы. Теперь стоит только зайти в центр. Как-нибудь правильно. Ну, тут пойдём. Тут спустимся. Нормально будет. Так, ждём, куда ворота захватят. Запустим нашего полководца. Так, пехота пока пускай спускается. И топает сюда. Там нет башни же, да? Нету. Так, ну здорово. Так, ну всё, ворота захвачено. Запускаем нашего полководца, да? Запускаем полководца. Ускоряем всё это дело, чтобы время не терять. Прикольно. Как миссисилы бичами карфаген захватили, да? Ну, конечно, не совсем бичами, но всё же. Уже по 13-15 фрагов. Жалко, у них нет опиломов. Было бы круто. Прачники боезапас полностью потратили. Так, с полкан залетел. Ага. Ну ладно, ребят, сейчас крышотик замочу. А, блин, на паузу-то не поставишь. Ну ладно. Так, всё отлично, продолжим. Горю, без второго монитора неудобно записывать. С УБСК получше будет. Так, ладно, продолжим. Захватывать карфаген. Так, убитый ряд убираем. Спускаем в нашу армию. Топорников, понятное дело, тоже сюда. Ворвём сейчас нещадно. И сольём их души. И отправим их в ад, как говорится. Так, с полкан. На лошади сел? Ага, отлично оседлали, ребята. Сюда давайте, ребята. Ну, полкан крутой, конечно, круто выиграет. Всё, ребята, врывайтесь. Кача, стойте. Хочу посмотреть топорников в бою. Сначала отправим их. Всё, пошли топорники. Карфаген не был к такому готов. Это уж точно. Ой, забирает хорошо топорники. Ай, какая красота. Смотрите, топорники вообще прям монстры какие-то. Да, но у них всё же границ, он ещё большой. Топорники забирают, причём неистово. Ну, всё, ребят, пошли в бой. Попробуем здесь прорваться сейчас. Басами нашими. Попробуем здесь. Ничего не червято, давай сюда. Прорвемся. Не дрейфить. Забирайте их Ха-ха, кружил Нормас Резко боевой дух упал, да? Сейчас полководца подкинем сюда Держитесь, держитесь У вас все отлично Вас же никто не накидывает, не расстреливает Так, полководец пришел Второе дыхание Боевой клич Ну все, наслаждаемся битвой, ребят Ну это круто Сижу, скриншотчик немножечко Не против? Не-не-не, зря полководца правил Я простыл немножко Что с этим делать не могу, к сожалению Полководца тоже есть пилом И заметьте, накидывает он Ну че, залп? Ну и хорош Забираем их, забираем Полководцы можем ворваться здесь В принципе Попробовать И небольшой чарж замотим сейчас Ну шо, готовы? Чарж нам в помощь Я обожаю верблюдов на самом деле Вообще тупый отряд Небольшой чарж Поможет нам Я понимаю, что вы устали, ребят Че поделаешь Сейчас того дыхания вам провязываем Навыки на Истоство провязываешь Они истощаются быстро очень Так, выведем полководца, наверное, да? Че-то погибнет Не дай бог Пошел снова натиск Отлично Снова вводим Блин, полка нужно 120 фрагов сделать Ну Это жесть Ну что, Карфаген наш, друзья мои Карфаген наш Это, блин Офигеть Серьезно Это топово Это топово Бичи себя хорошо показали, между прочим По 56-60 фрагов норм Очень даже Застрелы Прачники Ну, прачники хорошо показали себя Застрелы не очень, так как за стенами стояли Под стенами, вернее Чоркорор взял Карфаген Убив Манулу Губернатора Карфагена Нормально Карфаген захвачен Поздравляю нас Окупируем поселение И перестраиваем его Блин Кто бы мог подумать, что Месса Силы Настолько Крутая фракция Так Со сцепионами отношения Дружественные Ну, с Римом тяжело договориться Но это Реально Так Мы еще воин с граммантами Может быть мир Хотят? Нет Ливия Ну, вряд ли Карфаген Ну, вряд ли Ладно Это было прикольно, ребят Это было прикольно Так, надо будет тут казарму замутить Может быть снесем И отстроим здесь казарму Будет получше, наверное Так, где мидия У нас здесь Набор идет Или что, пока оставим Да, наверное Здесь лучше полководца Еще одного возьмем Так, это мне еще интересует Отряд нубдийских Отбородных копейщиков Что он из себя представляет Очень интересно Так, набор Сейчас меня интересует Мордер-топорник Собережья Вообще хочу всех посмотреть В бою Поэтому обязательно возьмем Так, с технологии Ага Место постоя Пехоты Изучаем Также кавалерию Может быть Да, давайте стойло конец Изучим Хочу стойло поставить Попробуем через стойло Поиграть Так, Ливия Тут тоже армию собирает Воля судей Ну, слушайте-ка Старики пустыни Тающая армия Не могут многое Кампсикура Блин, ребят Но, ребята Я хочу поиграть За Массасила Как вам идея Если мы сейчас Замутим Крутое прохождение За Африку Так скажем За Африканского За Африк Извиняюсь за выражение Я просто вообще Эмоции очень много Буря Что если мы поиграем За Африканское царство Ворнгут Лаур 2 За Массасилы На легенде Как вам идея Как по мне Идея То мы До 30 минут Захватили два поселения Разведу Битву в Карфагине И на самом деле Юниты Крутые здесь Также На третьем уровне Смотрите-ка Постройки Да Вместо Построй пехоты Мы получим Нумидийских Мечников В доспехах Нумидийских Псевдолегионеров Знатая Нумидийская Пехота Нумидийские Копейщики В доспехах Циртийские Копейщики Циртинские Лучники Хиперджузские Прачники Вы представляете Что это за жесть Ребят Офигеть Офигеть Ребят Это будет топово Ладно В общем Кому понравился Мод сам Ну и Понятное дело Фракция Массасилы Если бы ты Хотел бы Повирать Ну вообще Короче Если тебе нравится видос Поставь лайк И напиши Хотел бы ты Чтобы я продолжил И начал своеобразную Компанию За массасилы В Ромдот Лор 2 А давайте так Я сделаю в подсказках Опрос Хотите ли вы Компанию Так скажем Прохождение В Ромдот Лор 2 За массасилы На легенде Все дела Будет прикольно Серьезно Африканские царства Ребят Много Давайте-ка зададим вопрос Прямо Много ли Из вас играл За африканские царства В Ромдот Лор 2 Вот напишите пожалуйста В комментариях Играл в ты За африканское царство Или не играл Серьезно Вот весь И хотел бы ты Чтобы я там поиграл Какие идеи есть Вообще Что Как Что тебе показать Что Какие битвы Там Не знаю В общем Захотелось мне Прохождение поснимать Серьезно Я вообще Прохождение забил На съемке Получается Давно уже Прохождение не снимал И если Снимать прохождение То мне кажется Так замасасилы Серьезно сейчас Только Потому что За никакую другую фракцию Я снимать прохождение Не хочу Такие все банальные Вот поиграть за царство Африканское Будет очень Интересно Прям очень Раньше эта фракция Была очень Не проработана К сожалению Давно-давно Но сейчас Эта фракция Стоит того Чтобы поиграть за нее В общем говоря Вот все Ладно ребят На этом все С вами был Артур На встрече Пока-пока Вы лучшие Знаете-то и помните Спасибо вам за все За вашу поддержку За ваши лайки Вы лучшие Удачи вам До новых встреч Пока-пока Вы лучшие